Хотели как лучше, а получилось как всегда через бордюр. Не будьте ковидиотами. За этими особами глаз да глаз нужен. Решили просто его сломать. Крушили, кстати, весело. Или просто у них велосипедов не было. Берегите себя, соблюдайте дистанцию, носите маски. Привет, это я Андрей Богданович, это мой поклят. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И да, это мое личное мнение, субъективное мнение, и это дисклеймер. И сегодня в блоге Цепюк распространяет фейки о коронавирусе. Девчонки-малолетки из поселка Нового избили мусорный бак. В Кропивницком рукожопы сделали велосипедную дорожку с бордюрами. Члены ТВК нарушают закон и пытаются отмазаться. Ну и в Кропивницком не хватает врачей. Пока еще мэр Александрия Степан Цепюк продолжает удивлять своим непрофессионализмом. Казалось бы, тут осталось две недели и вперед думать, что делать на пенсии. Разводить цветы, нанимать адвокатов, чтобы потом готовиться к возможным судам по обвинению в коррупции. А нет, пока еще мэр Александрия продолжает обманывать людей. Ничего не меняется, ну как так? И на этот раз он решил рассказать о коронавирусе в своем обращении. Если бы по делу, я бы еще и сказал, что правильно делает Цепюк. Но нет. Цепюк еще весной рассказывал, что Александрия готова, как и вся страна, к эпидемии коронавируса. И я еще весной говорил, что он говорит, потому что ни Александрия, ни страна не были готовы к пандемии. Теперь, когда в Александрии умирают люди, то Цепюк пытается обвинить в заболеваниях, а в количестве заболеваний, самих александрийцев. Мол, поздно обращаетесь, ай-яй-яй. Начинает дома лечиться, не обращается до лечащих врачей и уже обращается к врачу тогда, когда это уже поздно. А как же там полугодичная готовность, где же она? Да, и обращение Цепюка показывает, что две недели еще мэр Александрии, ни хрена не разбирается, где какой тест надо делать и в чем разница между ПЦР и ИФА-тестом. Я у него спросил, скажи, пожалуйста, а вот какая разница между ИФА и ПЦРом? И может ли та лаборатория, которая находится, бездействует у нас в кожевом диспансере, она может проводить анализы ИФА? Вы понимаете? Мы же, Александр, я чуть не упал в обморок. Но, несмотря на свою некомпетентность полную, Цепюк распространяет фейки. Его поймали на этом факт-чекеры из проекта «Инфокрайм» Кропивницкий. Так и написали 1 октября в своем обращении Цепюк фейканул. Он ни хрена не понимает в медицинских протоколах и вещает, лишь бы что-то вещать. Например, он не знает разницу между ПЦР-тестом и ИФА-тестом. Он не знает, что ИФА не выявляет сам вирус, а только антитела. То есть, хочешь проверить, если у тебя сейчас есть COVID, делай ПЦР-тест. Если хочешь проверить, был ли у тебя коронавирус, то тогда ИФА-тест. Это упрощенно. ПЦР лучше делать, чем раньше, тем лучше. При появлении симптомов, так сказать, ранняя диагностика. Но ИФА как раз после 7 дней с момента заболевания, когда антитела появляются в организме. Но Цепюку пофиг. Он еще и начальник областного департамента охраны здоровья Рыбальченко начал хаять. В общем, стал Цепюк распространителем фейков. Сомнительное занятие. Хотя почему стало? Он и был им. Так что проверяйте любую информацию от покающего мэра Александрии Цепюка. Там везде могут быть фейки. Смеются Александрийцы и от предвыборных роликов Степана Цепюка. Так Александриец, пользователь Иван Завадский, так и пишет, цитирует Цепюк, снял видео с планами на ближайшие 5 лет. Много нарезок, слов, ракурсов. Но было то, что показало работу Александрийского, пока еще Александрийского мэра. В своем видео он ходил возле горсовета на центральной площади и немного возле светлополки, как пишет Завадский. Оказалось, что за 20 лет мэрства нет места в Александрии, где можно снять это видео, кроме тех мест, где он снял. Не густо, как для 20 лет работы. Больно смотреть. И Завадский прямо призывает показать Цепюку, где можно сделать ремонт, а потом и снять свое видео. Интересная идея, но невыполнимая, потому что кроме клумбы Цепюку негде ходить. Показать особо нечего. Да и цветы, в принципе, выросли без особой помощи Цепюка. Движение опора словило двух представительниц территориального избиркома в Александрии на том, что они у себя в Фейсбуке рекламировали пророссийскую ОПЗЖ и, соответственно, пророссийского пока еще мэра Александрии. Но раз партия кума Путина поддерживает Цепюка, то, соответственно, он их. Валентина Вечирко и Елена Кравцова так зовут нарушительниц. Опора напомнила обеим, что они не имеют права агитировать на выборах, как представительницы территориального избиркома. Но такие бесшабашные представители в ТИК меня наводят на мысль, что подсчет голосов в Александрии будет скандальным. За этими особами глаз да глаз нужен. В Крапивницком появилась велосипедная дорожка. Вот это поворот! И это круто! Если раньше это было что-то с чем-то, а я помню, как в Горсаду решили попиариться, мол, первая велосипедная дорожка в городе, и открыли эту дорожку из Гравия. То сейчас вроде как бы, ну вот, как нужно. Но оказалось, что нет. Потому что красоту убили рукожопы. Они установили в тех местах, где должны быть съезды на проезжую часть, бордюры. Получается, рукожопные строители просто не знают, что там не надо бордюров. Или просто не умеют кататься на велосипеде. Или просто у них велосипедов не было. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Или это признак уровня этих спецов. Ну или о привычке побыстрее отрапортовать, что мы вот успели, сделали под выборы. Хотели как лучше, а получилось, как всегда, через бордюр. В Кропивницком не хватает врачей. Это очень опасная ситуация, потому что ситуация с ковидом еще не такая, как в соседних областях. Но врачей уже нет. Если быть точным, то нужны шестеро врачей, четыре анестезиолога и два инфекциониста. По словам Оксана Макрух, это начальница городского управления охраны здоровья, это город готов выделить им даже квартиры в новострою, чтобы привлечь на работу. По словам главврача городской больницы Александра Артюха, некоторые врачи, медсестры, санитарки просто рассчитались. Они не хотят работать в таких условиях. По-перше, зараз ми залучили випускники вищих начальних закладів, які навчаються в інтернатурі. Ми їм оплачуємо інтернатуру, в принципі, готуємо молодих спеціалістів і максимально сподіваємося, що вони вивчаться і залишаться працювати саме в наших міських закладах. По-друге, звертаємося через засоби масової інформації, через соцмережі. Були оголошення з пропозицією працювати, ну, чомусь от є бажаючі, звертаються, але коли з'ясовується, що це саме база, яка сьогодні є опорною проти дії ковідній інфекції, чогось багато лякається. Це говорить о многом, прежде всего, о провале власти в этом вопросі. Полгода було для того, щоб підготовиться, виплачувати достойні зарплаты, надбавки врачам, закупити средства защиты, аппараты ИВЛ. Але нет, тепер і врачи, і пацієнти практично брошені виживати самостоятельно. Хотілося б від центральної влади адекватного відношення до медичної галузі. Моє особисте враження, я думаю, що мене підтримують всі медпрацівники України, реформу медицини потрібно розпочинати з підвищення заробітних плат. Тому що це не заробітні плати, це подачки. Тому, ісходя з ситуацій, коли заболівших з кожним днем все більше і більше, а врачей все менше, бередіте себе, соблюдаєте дистанцію, носите маски. Це потрібно для того, щоб не заболеть і не заразити інших. Тому що ви просто можете не знайти, що ви вже больні і заразні. Не будьте ковидіотами. Ну а к врачам просьба не бросати передовую в це тяжеле для всіх, в принципі, время. Ви герой і на вас тільки і надежда. Спасиба вам. Як я прочитав на паблиці «Экостайл», це предприєднє, яке вивозить мусор в місті, малолетні дівчонки на поселке Новом решили порезвитися. О, маааа. Для своей так называемой резвости они выбрали мусорный бак. Решили просто его сломать. Крушили, кстати, весело. Ну, как они об этом думали? Малолетняя наивность у девушек взыграла настолько, що вони вложили це видео в інстаграм. Я не знаю, зачем. Може, щоб понравиться парням. Но хто їм сказав, що противоположному полу понравиться дівчонки з мусорок? Не знаю. На видео просто самый настоящий трэш, если вы понимаете, о чём я говорю. И было бы логично за порчу имущества компании компенсировать девчонкам ущерб общественными работами по сбору мусора на поселке Новом. Кстати, там мусора хватает. Я знаю. На этом всё. Лайкайте, комментируйте. И помните, все змінюється на краще. Кроме, к сожалению, статистики по коронавирусу. Пока.